Не каханье и там над зорами. Два сборники романа у молодой письменницы уродженки Гомельщины уже вышли в свет и знайшли своего читача в разных кутках Беларуси. На презентации другого выдания в Бресте автор призналася, у князя выразила любовь до вёски и ее же хоров, показала житё белорусской глубинки с ее проблемами, надеями и марами. Роман «Там за зорами» – это, знаете, такая возможность читателям вернуться на свою малую родину, в ту деревню, которой, возможно, уже нет, которая стала зоной отчуждения. И на страницах моей книги увидеть, как могло бы быть, если бы эта деревня сохранилась. Вдохновение я черпаю, конечно же, общаясь с людьми, с музыкой, с природой. Меня очень вдохновляют наши полесские пейзажи, ну опять же люди, конечно же, в первую очередь люди и эмоции. Письменницкая деятельность, амбицийная, допытливая девчонка с творчим запалом и без конца энергии почалась с 16-годового взрослого. Не глядячи на то, что она не имела филологичной эдукации, сегодня у творчей скорбонцы автора колят 20 творов со своими персонажами и историей, разом с якими Оксана росла и столела. Инициаторы всю встречу отзначают, такие творы с цикавыми сюжетными линиями можно с легкостью поравнать с мастацкими полотнами, только замест Москву словы. Оксана пишет для простых людей, она сама простой человек, она очень позитивная сама по характеру, и точно такие же у нее герои. Несмотря на все сложности, трудности, которые происходят у них в жизни, на вот этот разрыв чувств, который у них там происходит между героями, на любовь, на нелюбовь, на ссоры, расставания, встречи, все равно всегда в ее книгах присутствует какой-то такой позитив, и все заканчивается хорошо. Письменница по мастерску передала у романах свои почути и эмоции, которые были высоко оценены и на литературных конкурсах. Оксана Хвашевская признается, для ее творчество душа наила життя, без которой она не уявляет ни в одной вольной хвилины, где б не находилась. Юлия Силюк, Теграна Капиан, телерадиокомпания, Брест.